Конечно, в пабликах ВКонтакте находятся самые крутые подушки, пальмы, красивые закаты, люди, дорогие маслины. Но там нет... Ребята, всем привет! Мы Кирилл, Филипп и добро пожаловать на канал Twins from Rafter. Сегодня, ребята, мы подготовили для вас такое видео. Начнем с далека. Все из вас думают, что Лос-Анджелес это довольно-таки чистый город, это город мечты, город ангелов. Это самый чистый город, наверное, на планете. Но в этом видео мы расскажем немножко обратно в эту сторону. Сегодня мы хотели показать, каков же настоящий Лос-Анджелес. И вы все это сегодня сами увидите. На самом деле он не такой чистый, как это все показывается в красивых видео. И он не такой сияющий. Видите, сегодня вообще дождь. Дождь это очень-очень редкое мероприятие в Лос-Анджелесе. Наверное, за все время наше провождение здесь, наверное, за год в общей сумме... Это наш третий дождь. Третий дождь, и предыдущие два были две минуты. Сегодня уже с утра льет. И вот даже сильно. Подождем. Мы хотели вам, не знаю, распоказать, как выглядит наша камера сейчас. Посмотрите вообще. Мы сделали фотографию, посмотрите сейчас на экране, как выглядит. Мы обернули ее в пакетики. Потому что наша камера пластмассовая, она водопроницаемая. И если туда все-таки протекет вода, то камера закончилась, и мы пойдем покупать новую. И вот мы хотели бы сказать то, что касаемо Лос-Анджелеса. Многие из вас думают, находясь в пабликах ВКонтакте или еще смотря картинки о Лос-Анджелесе. На картинке Лос-Анджелесе, что это самый лучший город. И тут только все самое крутое. Конечно, в пабликах ВКонтакте находятся самые крутые подочки, пальмы, красивые закаты, люди, дорогие машины. Там нет тех реалий, которые на самом деле каждый день видим мы. Мы живем в довольно-таки хорошем районе, в Креа Таун. И даже здесь, в принципе, в относительно чистом. Район даже здесь довольно грязный. Вот, мы сейчас вам покажем, смотрите, сколько мусора на полу, всякие бумажечки. Даже не знаю, не везде в России такое встреча на улицах. И вот тут такое есть. И это опять далеко не самый грязный район в Лос-Анджелесе. Например, если мы когда-нибудь доедем до высоток, до Downtown LA, мы вам покажем, насколько там все грязно, сколько там живут бездомных. Это совершенно другая история. Они там построили все палатки, и соответственно, все окружение. Там тоже все в мусоре, и никто это никогда не убирает. И, соответственно… Провительство оно тоже не местит этот район бездомом. Если они будут там убирать, они будут себя чувствовать еще более лучше, чем они себя чувствуют сейчас. И это будет развиваться. Это один из районов, который самый грязный. Downtown. Там вообще, конечно… Еще есть также Inglewood, что на юге Лос-Анджелеса. Тоже довольно грязный район. Конечно, мы были в других городах в Америке, в более маленьких. Мы жили в штате Южная Каролина, в городе Мёртл Бич. Там, на самом деле, было все чисто, потому что город маленький, и за всем успевают следить, все успевают убирать. Но Лос-Анджелес, не знаю, это совершенно другая история, как можно сказать. Смотрите, везде такие маленькие стаканчики. Можно перейти дорогу, там я вижу кучу мусора. Надо переплыть дорогу, а не перейти дорогу. На самом деле, мало-помалу, но везде все это складывается в большую картину. Вот сзади тебя везде мусор. На каждом углу с разницей в 5 метров. Грэпфрудровая кожурка. Смотрите, там какие-то чипсики, пакетики. Что за ужас? Пивасик здесь кто-то ночью пил. И всякая такая шняга. Извините, пожалуйста, центрура, 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 центрура. Let's go. I saw some more, my kid. Some more here. Здесь очень много мусора, ребята. Поэтому нельзя. Просто интересно ваше мнение, ребят. Подскажите, напишите в комментариях, если реально вы заблуждались. Если вы думали реально о этом стереотипе. И ожидали ли вы, что здесь будет столько мусора. Дайте Филипу камеру примерно, обождите. Раз, два, три. По поводу камеры хотели сказать. Мы вам напишем в комментариях, кто случился с нашей камерой. Потому что она реально... Она очень... Она не водонепроницаемая. В пакетике сейчас стоит. Лежит. Здесь, смотрите, еще много мусора. Если камера, в общем, наша сломается, то мы напишем это в комментариях. И потом поедем что-нибудь купим, ну, другое. Еще хотели сказать, ребят, по поводу зимы. Значит, сейчас 8 января. Разгар зимы. И дождя реально не было. Сегодня первый дождь. И мы реально очень соскучились по России. По такому осеннему периоду. Смотри, в столб ударишься. Друзья, вот тут мы можем найти просто стереотип Соединенных Штатов. Пицца на улице. Смотрите, ребят. Пицца лежит, коробка грязная. Проверь, там есть что-нибудь, слышишь? Есть там что-нибудь, пицца? Осталось что там или нет. Там какие-то сахары или кетчупы остались. Мусора вообще... Его вроде бы убирают, но не особо. Идем по улице в Корейском районе. И находим мусор просто везде. Какие-то бумажки, листики, пакеты пластмассовые. Не знаю. Все, что, не знаю, оставляют. И что-то почему-то как-то не убирается. Это обычный район. Это обычное место в Корейском райончике. Но есть места еще более грязные. Если вам это будет интересно, мы потом еще доедем. И покажем вам там, где живут бездомные. Там, конечно, чуть-чуть опасно. Но я девас, ребят, мы это сделаем. Видите, ребята, огоньки до сих пор на балконах у людей. Зима, 7 декабря. Ты, ты в джинсах, в кофте и дождь. Вот это факт. Ореган, наверное, придет конец, потому что никто не ожидал дождя. И он уже идет полдня. Там надо все закоротило. Там реально очень сильно напоминает эта погода России. Мы очень скучали. Поэтому солнцу, вот, по холоду огромному. Сейчас большим удовольствием гуляем по улицам. И наслаждаемся погодой. Даже курки не дели. Но мы просто хотели все-таки промокнуть и вспомнить все это. Надеемся, что вам понравилось это видео. Поставьте лайк только за то, что мы промокли. Если вы еще не подписаны на канал, если вы впервые, пожалуйста, подписывайтесь. Включайте оповещения о новых видео, потому что мы постим каждый день. Еще раз хотели бы повторить. Если вы реально верили в этот стереотип, что Лос-Анджелес это город только чистоты, напишите это в комментариях. А если вы знали, что он довольно грязный, то тоже напишите в комментариях. А мы будем показывать вам только настоящую правду. И посмотрим, как будет ваше ожидание оправдываться. Мы хотели сказать вам, чтобы вы вернулись завтра в это же время на этот же канал. Спасибо большое за вашу поддержку. И за ваши комментарии мы будем отвечать и записывать то, что вас интересует. Всем пока. Увидимся завтра. В следующем видео. Камера в пакете. Пакетная камера. Ребят, как вы тут видите? Наверное, все размытое в камерках. Я чувствую себя промолву уже полностью. Это время, чтобы вернуться домой, сделать свой милый, крутой кофе с корицей. И обработать видео для вас. Чтобы вы, ребята, его увидели и поставили лайки. Мы вас очень любим. Мы вас учли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok